Приветствую вас. Вопрос вы задаете серьезный, поэтому постараюсь ответить на него в порядке, так сказать, важности. То есть, вначале мы с вами затронем тему детей, собственно, того, о чем вы говорите, а после я, предупредив вас об окончании части своего ответа касательно проблем детей и профилактики наркотических зависимостей, то есть, расскажу немножечко о вас самой. Итак, первое, то, что вы пишете про зависимость детей, да, значит, и приводите пример родственник сына, который умер от, значит, приводите сына родственников, который умер от передозировки наркотиков. Во-первых, нужно сказать сразу так, что любая зависимость – это, по сути дела, потребность человека. То есть, это потребность человека в каких-то желаниях, это потребность человека в чем-то, потребность человека в новых эмоциях, это потребность человека в том, чтобы почувствовать себя живым, почувствовать себя полным, почувствовать себя, там, активным и так далее. Это, по сути, получить и новых впечатлений, новых эмоций и так далее. В зависимости, человек впадает тогда, когда у него есть потребность. И эту потребность человек удовлетворяет наиболее легким способом, потому что мотивация к тому, чтобы удовлетворять ее не таким легким, но более правильным, способом у него нет. Часто именно дети, вот, правда, вы не написали, сколько лет сыну было родственников, когда он умер, но часто именно перезагрузировка наркотиков и вообще наркотическая зависимость связана, во-первых, в первую очередь с наличием свободного времени и с отсутствием четких целей, а также с неправильным отношением родителей и детей, то есть отсутствием между ними взаимопонимания. Как правило, наркотики здесь – это способ проявить себя, это способ противопоставить что-то тому, что говорят родители. Как правило, наркотики – это способ бунтарства. Как правило, это наркотики являются средством ухода от проблем, которые испытывает человек. И возникает вопрос, что это за проблемы, от которых человек бежит. То есть человек считает, что проблемы его – это ненормально. Человек не хочет нести ответственность за свою жизнь, и из-за этого он использует наркотики, дабы убежать. Почему человек не хочет нести ответственность за свою жизнь? Потому что родители, вероятно, постоянно перекладывали эту ответственность за самих себя на других людей. В частности, например, на своего сына. И из-за этого, если человек видит, что его родители, то есть объективные первичные образы, привычные идеалы мужского и женского поведения ведут себя так, то есть перекладывают ответственность, не желают принимать проблемы на свой счет, то и сам ребенок также это начинает делать. На самом деле, на самом деле, важно понимать, что наркотики – это всегда следствие потребностей. Это всегда следствие определенных обстоятельств. Как правило, обстоятельств таких конфликтующих, противоречивых, тяжелых, невозможность выразить свои эмоции, работа на износ и прочее. Давление может быть со стороны обстоятельств и окружающих людей. Конечно, очень часто наркотики – это и просто баловство. И в этом случае я соглашился со своими коллегами в том аспекте, что от баловства нужно только лишь внушать своим детям, что наркотики – это зло, это яд, это то, что делает человека другим. То есть, понимаете как, если вы скажете просто-просто, то наркотики – это плохо, то у детей, вообще говоря, будет, так вы знаете, желание попробовать то, что допрешено. А вот если вы будете говорить о том, что наркотики – это смертельно опасно, это страшно. Если вы будете говорить о том, что наркотики разрушают людей, и если вы будете говорить о том, что наркотики превращают человека в животное, просто вот в урядное существенное существо, то это будет лучше, конечно. Но вообще говоря, вообще говоря, именно сама тема наркотиков запрягивается должна лишь только в очень эстретичных ситуациях, потому что в действительности детям важно просто всегда ставить цель, поддерживать их, помогать им достигать своих интересов, прислушиваться к ним, стараться разделять их переживания, но не давить на них. Как вы, например, вот говорите, что вы хотите, чтобы дочь помимо оценок рассказывала что-то еще в школе, но ведь, понимаете, ваш ребенок, он только-только попал в свою первую социальную среду, и он, естественно, хочет, чтобы у него было что-то свое, и она вам не будет вам рассказывать, это логично. Поэтому не нужно от нее требовать того, чего она хоть не хочет. Но нужно активно смотреть на ее интересы, нужно активно наблюдать за тем, что ей нравится, что ее увлекает, и это, продвигать наркотики, это всегда следствие разочарования, это следствие фрустрации, это следствие желания совместить невозможное с точки зрения человека действие с каким-то другим, это отсутствие веры в себя, это предоставленность самому себе, ощущение ненужности и так далее. По сути, это непринятие реального мира. И чтобы человек реальный мир принимал, ему нужно дать понять, что он поступает правильно, в том, что он делает. Тогда ему не захочется отклоняться от своего маршрута, а наркотики это то, что он гораздо таки отклоняет от этого самого маршрута. И таким образом, вам нужно не, вот если говорить о профилактике, то вам нужно поддерживать своих детей в том, что они делают. вам нужно реализовывать их интересы, вам нужно быть с ними в доверительных отношениях. То есть, что это значит? Доверительные отношения, это не значит обязательные договоры. Доверительные отношения, это когда человек знает, что может рассказать все, что у него есть, все, что у него, например, что это его волнует вам. И ему за это ничего не будет. То есть, он не встретит осуждения, он не встретит там нравоучения, он встретит поддержку и понимание. Может быть, сострадания и сопереживания. И сама возможность этого, сама возможность этого будет человеку давать ощущение доверия к вам. Ощущение доверия к вам, это, по сути, и есть залог того, что вы будете находиться над моими детьми в хороших отношениях, что и обеспечит им поддержку. Поддержку в том, что они делают. Поддержку в их интересах. Поддержку их целей, их желания. Если говорить о наркотиках, то можно не вначале просто затронуть тему именно об этом, что вот кто-то недавно умер от преподавировки наркотиков или не произошло что-то плохое по причине наркотиков. То есть, убийство произошло из-за наркотической зависимости и так далее. То есть, использовать ненавязчивое что-то такое резко негативное, да, чтобы дети думали не о забивах наркотиков, а о том, к чему они приводят. И когда сами дети будут сталкиваться с темой наркотиков, у них будут ассоциации не с тем, что наркотики дают, а с тем, к чему они приводят. К убийству, к смерти и так далее. И вот это будет детей отталкивать от них. Но, все еще очень важно то, какую модель поведения вы им даете. то есть, вот здесь я бы, наверное, сказал, что мы переходим к осталью части моего ответа. Если вам не интересно, то вы можете, в принципе, закончить прослушивание, потому что дальше речь пойдет о вас. Я специально сделаю небольшую паузу, чтобы у вас было время. Вы пишите о том, что вы сами ушли от отталкивать детей из-за их зависимости. Вы говорите, что мужчины, без мужчины, вам лучше, чем без мужчины. И также у вас здесь наблюдается, как бы, ну, неприятие того, как мужчины себя видят. Я это очень хорошо понимаю, но и вы поймите такую вещь, что вполне возможно, что вы своего мужчину просто-напросто подавляли. Вы, вполне вероятно, своего мужчину просто-напросто подчиняли себе. И вы ведь не знаете, из-за чего у него зависит, какие у него там были проблемы. А если знаете, то вопрос, пытались ли вы ему понять. Далее вы говорите о том, что вот мужчины, мужчины все сплошь страдают от зависимости. Задекает вопрос, почему вы выбираете таких мужчин? Почему все женщины ваши родни выбирают таких мужчин, которые страдают от зависимости, то есть слабых? Не потому ли, что подсознательно вы хотите быть сильным? Не потому ли, что подсознательно вы боитесь того, что мужчина будет сильнее вас, и вы должны будете быть с ним слабый и отдать час своей самостоятельности? Если так, то эта модель поведения не очень хорошая. Потому что, во-первых, как-никак мужчина нужен, чтобы женщина чувствовала себя женщиной. мужчина нужен, чтобы разговаривать с сыном, например, только мужчина может это сделать на равных основах. Мужчина нужен, чтобы у девочки вашей был первичный образ мужского поведения, или хотя бы стабильный образ мужского поведения, на который она могла бы опереться, и который бы стал основой для выработки уже ее собственного образа мужского поведения. Мужчина нужен? И то, что вы воспитываете детей одна, это не их хорошо. Еще неизвестно, как ваши дети воспримут то, что вы вот такая самостоятельная, такая совсем справляетесь, и так далее. Может быть, дети будут думать, что вы того ждете от них, а они к этому не способны, из-за этого будут чувствовать себя слабее, и вследствие чего у них будет ощущение, что они не затягивают до вашего уровня, и, может быть, как раз это и приведет к нас к наркотикам. Мы этого знать не можем, к сожалению, потому что, ну, вы достаточно мало написали про своих детей. И, в этом случае, нужно обязательно поработать с вами, чтобы понять, что заставляет вас и ваших, может быть, вашу маму, ваших родственников выбирать таких мужчин, которые являются слабыми. Что заставляет вас так делать? Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. сказать. То есть, для того, чтобы уберечь ваших детей от наркотиков, в первую очередь, нужно меняться вам самой. Это не только отношение к детям, но и отношение к себе. Это не только отношение к себе, но и отношение к другим. Это не только отношение к другим, но и отношение к мужчине, к своему мужчине. И, И если все вот это вы будете делать, то тогда, да, дети не будут, ну, с большей долей вероятности, можно сказать, что дети не попадут в наркотическую зависть. Потому что у них будет все, что нужно. У них будет полноценная семья, у них будет адекватная мама, у них будет мужчина и все. Но этого пока всего вы дать им не можете. Именно в силу того, что вы хотите, чтобы дочка рассказывала вам что-то. Причем это вы хотите, не дочь, а хочет дочь. Чего хочет дочь, вы не сказали. И чего хочет ваш сын, вы тоже не сказали. Вы говорите, что я хочу. Вы говорите, что мне можно сделать. Вы говорите о вас. Вы говорите, как мне уберечь детей от зависимости. То есть вам это нужно для себя. Простите, если это звучит грубо, но очень это напоминает вашу модель поведения, которую вы еще сами очертили в своем сообщении. У вас много энергии, вы самостоятельно, вы всего с вами добиваетесь, и вы также хотите, чтобы дети соответствовали тому, как вы их представляете. Ага, еще раз повторю. Такая модель поведения является деструктивной. По крайней мере, в вашем случае. Если вы хотите, чтобы у вас, ваши дети выросли нормальными, самоуверенными, уважающими себя людьми, нужно, чтобы сын учился быть мужчиной, а чтобы дочь училась быть женщиной. Ваш сын сможет учиться быть мужчиной, только имея перед глазами постоянный образ мужского поведения, то есть вашему мужчину. Ваша дочь сможет быть женщиной, только имея перед глазами образ женского поведения, то есть вас. Но не тот ваш образ женского поведения, который есть сейчас у вас. Потому что вы тем самым обрекаетесь в свою дочь на такую же, такую же жизнь, как у вас. На жизнь, по сути, без мужчины. На жизнь либо с тем мужчиной, которого не уважают женщину, либо на жизнь вообще без мужчины. И, к сожалению, это уже началось. Ваша дочь уже говорит о том, что мальчики играют в глупые игры, то есть она их не уважает уже, мальчикам. Она не воспринимает игры, как что-то мужское. А ведь это нормально. Да, это глупо, с точки зрения интеллекта. Но это нормально, с точки зрения мужского развития. Игры – это первая ступень к тому, что делают мужчину мужчиной, мальчишек мужчиной. Девочка уже это критикует. И это плохо. И, к сожалению, в этом есть ваше влияние. Так что, решать вам, конечно. Вы можете использовать информацию и рекомендации с первой части ответа. А можете воспользоваться второй, проработать свою проблему куда более глубже. И, начав с себя, начав с изменения в себе, двигаться в сторону изменения и отношения к детям. И, все равно, модели поведения по отношению к ним более правильные, более верные. И вы можете не учить их. Можете просто демонстрировать их свою модель поведения. И, тем самым, эта модель поведения будет показывать им, как правильно и как нужно. Для этого нужна определенная работа с вашей стороны. Для этого нужно усилие, нужно время. Не знаю, захотите ли вы это делать или нет. Но, тем не менее. Далее, вы пишите о том, как спрашивать о том, что помимо оценок у нее происходит. А вы знаете, никак. Вот, как бы вы ни спросили, это, ну, это вызовет у нее недоверие. Потому что другие дети считают плохо, когда что-то рассказывают родителям. И она не будет. Но вам нужно относиться к ней доверительно. Вам нужно относиться к ней с пониманием. Вам нужно давать ей понять, что вы готовы ее выслушать во всем. И однажды, когда ей будет плохо, когда она будет грустная, вы просто-напросто уже будете говорить о том, что дочь, я вижу, что там что-то случилось. А расскажи мне, пожалуйста, не бойся, я тебя не обижу, я тебя не буду осуждать. Она обязательно вам что-то расскажет. Пока вы можете только убеждать ее в том, что если что-то она нам хочет рассказать, пусть вам говорит. Вы всегда ее воспримите. Делать это нужно навешиво. Делать это нужно свободно. Делать это нужно не так часто, но и не редко. То есть, ну, где-то вот примерно там. Напоминаете ей об этом в разговоре. То есть, активно вовлекать ее в свои интересы. То есть, активно вовлекаться в ее интересы, прошу прощения. И через эту позицию, видя ее неудачи, например, если у нее что-то не получается, поддерживать ее и говорить, что дочь, у тебя что-то не получается. В других моментах, пожалуйста, мне скажи. Скажи, я тебя всегда поддерживаю и тогда. То есть, только так возможно. Ну, когда-то не допытывается же до ребенка, что у него происходит, что он не хочет говорить. Дальше. Почему у меня не получается говорить с ней ни о чем, ни о чем другом? Ну, потому что ваша дочь сейчас активно старается заботиться о том, чтобы у нее было что-то недоступное вам. Это нормально. На данном этапе это абсолютно нормально, когда ребенок хочет, чтобы у него было что-то свое. Вы относитесь к этому с уважением, но просто всегда будьте рядом, чтобы когда-то испытывала потребность в том, чтобы чем-то с вами поделиться. Эта потребность была реализована. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, пишите в личку. Я видел, что вы сделали дополнение к своему вопросу. Так вот, дополнение не очень удобно смотреть на наши ресурсы, поэтому если вдруг вы сделаете дополнение, пожалуйста, напишите мне в личном сообщении, что вы его сделали, дабы я его прочтел и ответил вам тут публично, если вы не хотите общаться со мной приватно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!